Всем привет! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим как смоделировать оболочку по принципу как она сделана в британском музее от Фостера. Можем посмотреть как выглядит наша геометрия. Суть в том, что мы не будем моделировать саму архитектуру этого музея. Мы сделаем здесь самый основной элемент это вот эту сетчатую оболочку. Так, перейдем в Revit. Создадим новый файлик. Перейдем, например, на вид генплан и нам необходимо загрузить в него исходные данные. То есть у нас здание само уже условно замоделено. Оно у нас в формате dvg, поэтому мы жмем вставку, связь с приложением SAPR и находим файлик, который будет у нас приложен к данному уроку. Этот файлик будет вот с таким именем. Ставим здесь обязательно миллиметр и жмем открыть. Подгрузится вот такой файлик. Далее для удобства мы его развернем. Нажав на него инструментом поворот, нажмем координаты, выберем точку, относительно которой мы будем вращать наш объект. выберем грань и укажем куда ее перенести. Вот таким примерно образом. Подровняем ее, так как нам необходимо или можем немножко отнести его даже в сторону, чтобы нам не мешало ничего. Далее можем перейти на 3D вид, посмотреть как выглядит условно геометрия нашего музея и перейдем к моделированию непосредственно нашей оболочки. До того как моделировать нашу оболочку у нас должны быть какие-то исходные данные по ее форме. Они тоже у нас сделаны в формате DWG. Мы можем перейти к примеру на этаж 1, отключить подрезку и подгрузить сюда наш файлик. Вновь мы идем во вставку связь с приложением SUPPER. Файл будет называться задание на оболочку, будет вложен также с данным уроком. Мы выставляем здесь миллиметр и жмем открыть. Вот наш файлик открылся. Нам теперь просто необходимо его подровнять в вот в эту нишу. То есть у нас есть уже какие-то исходные данные. То есть мы можем открыв наш объект посмотреть то что у нас сам купол имеет очертания круглые, а сам вот эта сама оболочка она имеет прямоугольную вытянутую форму. Так вот она в интерьере смотрится. Вернемся в Revit и продолжим моделирование. Если мы откроем данный файлик, я уже подобную вещь отмоделил. Объясню саму суть, как создается подобная геометрия. И вообще всю хитрость создания данной штуки в Revit. На самом деле если провести какой-то анализ условный, посмотрев на эту форму, мы можем видеть то что по сути у нас есть две зеркальные части. то есть в Revit эта геометрия так и была создана. На самом деле можно разбить ее вообще на четыре. У нас будет одна часть, вторая, третья, четвертая. Все что нам необходимо просто создать одну половинку и позже ее отзеркалить. Соответственно перейдем в Revit новый файлик и рассмотрим как это вообще делается. Для этого мы переходим в вкладку формообразующий винплан. Возьмем инструмент контекстный формообразующий элемент. Зададим ему имя какое-то. И перейдем непосредственно к самому моделированию. Воспользуемся инструментом Spline через точки. И отрисуем внутренний контур. Рисуем его изначально не по данной форме. Рисуем его более приплюснутым. То есть примерно как-то чтобы он у нас выглядел. Вот что-то вот такое. Сейчас мы не пытаемся привязаться к чему-то обязательно. Просто рисуем вот такую форму. Далее берем инструмент вот эту вот дугу и отрисуем какую-то вот такую дугу. После этого нажмем Escape. Перейдем на 3D вид. Уделяем две эти линии. И жмем создать форму. Вот у нас генерировалась форма. Далее можем выбрать одну грань. Поднять ее вверх. И следующим моментом мы добавим профиль. Добавим такой профилек. После этого нажмем Escape. можем его вновь выделить. И потащить вверх. До получения какой-то вот такой вот геометрии. Следующим шагом нам необходимо данную модельку подогнать под размеры то есть по высоте под купол. Мы должны выделить данную линию. на видовом кубе жмем любую проекцию где нам удобно будет ее двигать. И подвигать ее условно чтобы она у нас была уже на своем уровне. Либо сделать это через фасад. Так Наверно западный фасад у нас будет рабочий. Или восточный. Если мы не попадаем ни под какой фасад мы завершим наш элемент временно. И построим рабочий разрез. Поэтому переходим на генплан. Берем инструмент разрез. Решиваем разрез. Правую кнопку по нему перейти к виду. Нашу вот эту область видимости расширим. Вот наш формообразующий. Выделяем его. Жмем контекстное редактирование. Перейдем на 3D Выделим нашу грань. В диспетчере проекта перейдем на развес. Инструментом перенести. Постараемся его перенести. Если не получается то делаем это вручную. так же мы пытаемся подогнать внутреннюю нашу грань по высоте. Попробуем сделать выравнивание. Так не получится. Ну тогда зацепим эту грань. Перейдем на разрез. И вот. Примерно. Попытаемся. Попасть. Под наш размер. Так. Одна грань. Здесь через табуляцию можем словить тоже нашу грань. Подогнать. Ну. Словно подогнали. Переходим на 3D вид. Вот наша геометрия. Далее нам необходимо на генплане откорректировать наши размеры. Выделяем наружный контур. Жмем редактировать профиль. Удалим его. Возьмем инструмент сплайн через точки. И отрисуем нашу форму по наружному краю. Здесь уже пытаемся привязаться точно под габариты наружного контура. И вот примерно с таким расстоянием расставляем точки. Ну здесь чем больше точек тем точнее. Но здесь тоже фанатично относиться к этому вопросу не стоит. То есть чем ближе у нас точки друг к другу тем меньше будет при стремлении вот таких вот сплайнов. Поэтому именно в местах где наш сплайн поворачивает стараемся сделать как можно больше этих точек. в местах прошли до конца. И принимаем наш эскиз. Далее следующим элементом нам необходимо подогнать соответственно наш вот этот вот средний сплайн. Выделяем его редактировать профиль можем его удалить переходим на генплан включаем каркасный вид чтобы видеть эту линию то есть этот вот овал средний это будет контур нашей этой средней линии. то есть здесь мы уже тоже сплайном отрисовываем нашу форму или 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 далее безумно после этого жмем с кейп принимаем эскиз и И далее нам остается откорректировать внутренний контур. Жмем на него, редактировать профиль. Удаляем. Переходим на генплан. Берем сплайн. Ставим одну точку, вторую. Третью, четвертую, пятую. Escape. Принимаем эскиз. Вот половинка нашей формы готова. Следующим шагом попробуем его отзеркалить. Выделяем наш формообразующий элемент. Табуляцию, чтобы он выделился весь, перейдем на генплан. Возьмем инструмент зеркала. И построим, отзеркалим его в обратную сторону. Перейдем на 3DVid. Вот у нас наша форма получилась. Нам необходимо через табуляцию с клавиатуры выбрать нашу форму и нажать разделить поверхность. Разделяется она вот таким образом. Но мы в свойствах при выделенной плоскости находим именно треугольник. Треугольник изогнутый, к примеру. И следующим моментом можем видеть то, что у нас не совсем оно все корректно получилось. Связано это с тем, что мы должны нашу сетку повернуть во-первых на 90 градусов в свойствах. Вот она у нас развернулась. Далее добавить количество. Ну, к примеру, сделать ее 30 на 30. И в принципе, условно, она у нас приобрела свой правильный вид. У нее есть единственный минус. То, что уголки не сопрягаются в треугольник. То есть тут в конце концов будет дырка. Но в конце курса, когда мы перейдем именно к созданию адаптивных компонентов, которые у нас раскидаются по нашей форме, я покажу, как сделать вот эти доборные элементы. И поэтому на данном формообразующем мы сделали ту разбивку, которую хотели. Мы должны сделать ту же операцию на, вот на этом формообразующем. То есть мы его выделяем. Жмем разделить поверхность. Идем тем же путем. В свойствах ставим поворот на 90 градусов. И выделяем, выбираем треугольники. Мы выбирали не плоские, а изогнутые. Вот изогнутые. И количество разбивки ставим, там, к примеру, 30 на 30. Все, нарезка произошла. Наш формообразующий можно временно принять. Следующим элементом нам необходимо построить внутренний купол. И после купола мы перейдем непосредственно к моделированию самой сеточки. Одного элемента адаптивного, который раскидает его нам по нашей форме. Перейдем на этаж 1. У нас есть наша подложка. Во вкладке архитектура возьмем стену. Выберем этот инструмент выбрать линии. Выберем стенку, которая нам подойдет, там, любую. И выберем привязку наружную. После этого подводим курсор к нашему автокадовскому исходнику. Одним нажатием левой кнопки мыши у нас ставится наша стенка. Далее мы можем ее поднять до какого-то уровня. Если он у нас там получился неточным, мы можем его немножко подрегулировать. И на ту же высоту выравниванием поднять вторую половинку. Вот подняли. Условно внутренний барабан у нас готов. Далее переходим на этаж 1 и построим рабочий какой-то разрез. Сейчас он у нас уже есть. Мы можем его передвинуть ближе к центру. Нажать на него правой кнопкой, перейти к виду. И построить сам какой-то барабан условный. Можем сделать это контекстным компонентом модели в контексте. В категории, выбрать себе категорию. К примеру, там это у нас будет крыша. Дать ей какое-то имя. Окей. Взять модификатор вращения. Выбрать плоскость в север-юг. Или лучше даже в восток-запад. Нажать окей. Построить линию оси. Примерно вот так. Вот она у нас. И далее нам необходимо построить сам этот барабан. Мы возьмем линию границы. Так. И начнем его отрисовывать. Наверное, включим на 3D-шке проекцию отсюда. Чтобы нам можно было хотя бы примерно привязаться. Увидеть, как наш барабан должен пройти. Возьмем размер. Проставим. Посмотрим. Ну, к примеру, у нас там 20-ти метровый должен быть. Ой. Забыли нолик. Так. Подогнали. Далее. Жмем на видовом кубе справа. Так. И отрисуем наш контур. Нашего вот этого купола. Так. Можно это сделать, в принципе, эллипсом. Каким-то. Такую форму. И можно нарисовать Вверху Ему какое-то вот такое завершение. После этого Взять Вот этот вот инструмент разделения. Отрезать кусок эллипса. Выделить его. Делать с клавиатуры. Так. Обрезать Линии. Далее Отрезать Контур Нижний. Взять инструмент Смещения. Задать Толщину нашей крыши. К примеру, 200. Можно выделять по одной грани. Или Подвести курсор. Нажать табуляцию. Выделится Весь контур. То есть мы повторим весь контур. Так. В этом месте У нас какое-то странное сопряжение. Сделаем его таким. Не получается. Вернем обратно. Отрисуем Остальной контур, Чтобы он у нас был замкнут. Лишние линии Можно поудалять. Данный контур Мне Что-то Не очень нравится. Наверное Внутри Сделаем Условно Просто Какой-то там Ровный Так. И здесь Тоже Обрежем Контур Примем Эскиз Получили Вот такой Вот такой-то Барабан Перейдем На генплан И Перенесем Его В то место Которое Нам необходимо Так. Для этого Мы включим Тонкие линии Струментом Перенести Перенесем Его Так. Или лучше Даже не перенести А скопировать Чтобы у нас Зависимости Не сохранялись Далее Нажмем На 3D Вид Так. Вот наш Купол Завершим Формообразующий Условно Что-то Похожее И Дальше Следующим действием Сделаем Саму адаптивную Панель И Раскидаем Ее По нашему Формообразующему Для этого Создаем Новое Семейство Жмем Revit Создать Семейство Выбираем Шаблон Шаблон Семейство 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 прямоугольной сетки, но имеет точки, благодаря которым, соединяя через них линии, мы получаем там различную форму. В нашем случае это обычно треугольник. И, соответственно, у нас должно быть какое-то заполнение стеклом и какая-то конструкция металлическая. Условно говоря, изначально мы выдавим нашу форму. Для этого нам необходимо выделить данные линии и нажать просто создать форму и выбрать этот элемент. Задать ему после этого высоту. Она выдавилась на два метра. Я думаю, нам будет достаточно 10 миллиметров. И на данную вещь нам необходимо набросить материал. То есть у нас материал по категории, но мы жмем на прямоугольник и задаем ему параметр материала по типу. Пишем то, что это у нас материал стекла. ОК и еще раз ОК. Все. У данного геометрии есть параметр по материалу. Мы можем ее выделить и нажать на очки скрыть временно. Если не получается, жмем на каркас. Далее задаем опорную плоскость на данной точке. После этого инструментом окружность отрисуем наш контур и поставим ему радиус. Радиус наверное будет удобно сделать какой-то там примерно 50. И для удобства наверное сместить его, чтобы он сместился во внутрь нашей конструкции с привязкой к его грани. После мы выделим наши опорные объекты, которые подсветятся у вас вот таким образом. И зажать клавиатуры Ctrl и добавить нашу окружность. Далее жмем создать форму. У нас создается форма нашей рамы. Включим тонированный вид уже. И выделим данную геометрию. Она у нас выделяется кусочками. Но тут зажав Ctrl нам необходимо выделить их все. То есть там верхние части и нижнюю. не забываем то, что Ctrl должен быть зажат. Вот наши элементы выделены. И зададим им параметр материала. Жмем на этот прямоугольник. Добавить параметр. И пишем то, что это у нас параметр будет иметь имя материал рамы. Жмем окей. И окей. Все. В принципе, наша набивка готова. Далее жмем Revit. Сохранить как семейство. На рабочий стол. Зададим ему имя. Треугольник. Нажмем сохранить. И после этого загрузить в проект. Загрузили в проект. Перейдем на 3D вид. Выделим нашу вот эту сетчатую оболочку. Нажмем контекстное редактирование. Выделим после этого обе наши два формообразующих элемента. Зайдем в их свойства. И у нас появилось наше семейство. Этот треугольник. Нажмем на него. Revit немножко подумает. Но сгенерирует нам данным треугольником всю поверхность нашей вот этой вот оболочки. Все. В принципе, оболочка у нас сгенерировалась. Есть какая-то там ошибка. Какой-то там треугольник не сгенерировался. Мы нажмем удаление типа. Ничего страшного. Так как он у нас получился вот в таких вот местах. У него там какая-то подрезка не вышла. И после этого мы можем любой треугольник через стабуляцию выделить. Нажать Delay. И после этого разместить его вручную. Для того, чтобы разместить какие-то элементы поштучно, нам необходимо для удобства наверное, включить каркасный вид. перейти во вкладку создание компонент и у нас есть наш треугольник. И в принципе он цепляется за точки. То есть мы можем выбрать там первую точку, вторую и третью уже подогнать под нашу ситуацию. или там в четыре точки. И жмем Escape. Включим уже не каркасный вид, а там тонированный какой-то. И можем вот таким вот способом заделать то есть все наши вот эти вот панели, которые у нас не смогли сгенерироваться. далее жмем завершить формообразующий элемент. Получаем нашу геометрию. Включаем обратно там какой-то тонированный вид. Далее мы можем через табуляцию выделить один наш элемент и назначить его материалы, так как мы это забыли сделать. Жмем изменить тип. Вот наши параметры по материалам. Можем назначить материал рамы. К примеру будет металл хромированный. Ок. И материал стекла. Найдем стекло какое-то. Здесь в поисковике можем начать писать. Так стекло. Ну какое-то стекло выбрали. Нажали ок. И получили материал по всем панелям. Получили материалы на нашей сетке. И теперь можем смело выполнять экспорт в 3ds Max. Нажав Revit экспорт велательно через формат fbx. Также маленький совет. Данная сетка очень ну так немало весит. То есть даже в Revit немножко сложно работать с ней. Потому что она забирает какую-то ресурсу машины. Но как с этим делом бороться? То есть первый такой вариант делать оболочку отдельным файлом. То есть это у нас будет отдельным проектом и ссылкой вставлять в Revit. И если нам необходимо данная оболочка только для рендера, то на стадии когда мы создали сам формообразующий и у него есть просто сетка которая совершенно ничего не весит. Можно выполнить на данной стадии экспорт в 3D Max и на данную поверхность просто наложить модификатор Latisse который сделает нам примерно такую же картину которой мы добились средствами Revit но моделька будет вообще ничего почти не весить. Данный урок закончен. Спасибо. До свидания.